Монастырь Пантелеимона Монастырь Пантелеимона Монастырь Пантелеимона Обращаясь к нему, говорит «Ты молчишь, отец Силуан Значит, ты за этого отца Тебе недорогие интересы обители Какой убыток причинил он монастырю?» Отец Силуан промолчал Быстро окончил свой обед И затем, подойдя к этому отцу Который в то время уже отошел от стола Говорит ему «Отец, сколько лет, как ты в монастыре?» «Тридцать пять» «Ты слышал когда-нибудь, чтобы я осуждал кого-либо?» «Нет, не слыхал» «Так что ж ты хочешь, чтоб я теперь Стал порицать того отца?» Тот смутился и со стыдом ответил «Прости меня» «Бог простит» Когда отец Силуан впервые был назначен экономом То, придя от игумена в свою келью Он горячо молился, чтобы Господь Помог ему исполнять это ответственное послушание После долгой молитвы был ему ответ в душе «Храни благодать, данную тебе» Тогда понял он, что хранить благодать Важнее и дороже всех прочих дел И потому, вступив в свое новое послушание Он неусыпно следил за тем, чтобы не прерывалась молитва его Он имел под своим началом до двухсот рабочих Утром, обходя мастерские, он давал в общих чертах указания старшим мастерам И затем уходил в свою келью плакать о народе Божием Сердце его болело от скорби за рабочих Он оплакивал каждого Вот Михаил оставил свою жену с детьми в деревне И здесь за гроши работает Ну каково ему быть так далеко от дома Не видеть ни жены, ни милых деток своих Вот Никита Только что женился и оставил свою молодую беременную жену И старуху-мать Каково было им отпустить этого еще юношу Любимого сына и мужа Вот Григорий оставил стариков родителей Молодую жену и двух малышей-младенцев И пришел сюда работать за кусок хлеба И что он выработает здесь Какая же бедность у них, чтобы решиться оставить всю семью И какая должно быть у всех у них скорбь И вообще, в какой ужасной бедности живет весь этот народ Вот Николка, совсем еще мальчик С какой болезнью отпустили его родители так далеко Среди чужих людей Ради нищенского заработка Как должно скорбеть сердце родителей О, в какой бедности и страданиях живет народ И все они, как овцы заброшенные Никто о них не попечется Ни об их воспитании, ни об их обучении Научаются они всяким порокам Дичают, грубеют Так говорил блаженный старец И страдала душа его за всех бедняков Страдала, несомненно, больше, чем все они сами Так как он видел в их жизни Еще и то, чего они сами в себе не замечали По необученности своей Сердце сердцу весть подает Говорит народная пословица Тайно молился старец о народе Божием Но рабочие это чувствовали и любили его Он никогда не висел у них над душой во время работы Не подгонял их Но они, обласканные, веселее работали И с большей энергией, чем у других Другие экономы наблюдали обительские интересы А кому неизвестно, что когда привходит забота об интересах Тогда человека не видят Интерес, подлинный интерес обители Старец видел в том, чтобы соблюдалась заповедь Христа Господу всех жалко, говорил он Да и не только говорил, но и сам исполненный Духа Христова Жалел всех От видения окружающей жизни, из воспоминаний прошлого От глубочайшего личного опыта Он жил страданием народа, всего мира И не было конца его молитвы Он молился великой молитвой обо всем мире Он забывал себя Он хотел страдать за народ от жалости к нему За его мир и спасение Он влекся проливать кровь свою И проливал ее в молитвах Молиться за людей – это кровь проливать Говорил старец Нужно ли говорить о том, показателем какого молитвенного напряжения и плача являются эти слова Однажды мы спросили старца Хлопотливое экономское послушание при необходимости общаться со множеством людей Не вредило ли монашескому безмолвию? На это старец ответил Что есть безмолвие? Безмолвие – это непрестанная молитва и пребывание ума в Боге Отец Иоанн Кронштадтский всегда был с народом Но он больше был в Боге, чем многие пустынники Экономом я стал по послушанию Но от благословения игумена Мне на этом послушании было лучше молиться, чем на старом русике Куда я по своей воле отпросился ради безмолвия Если душа любит народ и жалеет его То молитва не может прекратиться Невозможно не отметить одну замечательную черту в характере старца А именно его отношение ко всякому несогласному и инакомыслящему Самым искренним и глубоким бывало его желание понимать такого в наилучшем возможном смысле И не оскорблять в нем того, что для него свято Он всегда оставался самим собой Он до последней степени был уверен, что спасение во Христовом смирении И в силу этого смирения он всей душой хотел понимать всякого самым добрым образом В каждом человеке он чутко воспринимал его одошевленность, его способность любить Христа Мы знаем о беседе старца с одним архимандритом Который занимался миссионерской работой среди инославных Архимандрит этот очень уважал старца И неоднократно приходил беседовать с ним во время своих пребываний на Святой Горе Старец спросил его, как он проповедует Архимандрит, еще молодой и неопытный Жестикулируя руками и двигаясь всем телом, возбужденно отвечал Я им говорю, ваша вера блуд У вас все извращено, все неверно И нет вам спасения, если не покаетесь Старец выслушал это и спросил А скажите, отец архимандрит, веруют ли они в Господа Иисуса Христа, что Он истинный Бог? Это-то они веруют А Божию Матерь чтут они? Чтут, но они неправильно учат о ней И святых почитают? Да, почитают, но с тех пор, как они отпали от церкви, какие же могут быть у них святые? Совершают ли они богослужения в храмах? Читают ли Слово Божие? Да, есть у них и церкви, и службы Но посмотрели бы вы, что это за службы после наших, какой холод и бездушие Так вот, отец архимандрит, душа их знает, что они хорошо делают, что веруют в Иисуса Христа, что чтут Божию Матери Святых, что призывают их в молитвах Так что, когда вы говорите им, что их вера блуд, то они вас не послушают Но вот если вы будете говорить народу, что хорошо они делают, что веруют в Бога, хорошо делают, почитая Божию Матери Святых, хорошо делают, что ходят в церковь на богослужения и дома молятся, что читают Слово Божие и прочее, но в том-то у них есть ошибка, и что ее надо исправить, и тогда все будет хорошо, и Господь будет радоваться о них, и так все мы спасемся милостью Божией Бог есть любовь, а потому и проповедь всегда должна исходить от любви Тогда будет польза и тому, кто проповедует, и тому, кто слушает А если порицать, то душа народа не послушает вас, и не будет пользы Однажды старец беседовал с одним студентом, посетившим Афон и много говорившим о свободе Как всегда, старец с добрым вниманием следил за мыслями и переживаниями своего живого, симпатичного, но наивного собеседника Конечно, его представления о свободе сводились с одной стороны к исканию политических свобод, с другой – возможности действовать вообще по своим побуждениям и желаниям Старец в ответ изложил ему свои взгляды и искания Он говорил, кто не хочет свободы, все ее хотят, но надо знать, в чем свобода и как ее найти Чтобы стать свободным, нужно прежде всего себя связать Чем больше сам себя будешь связывать, тем большую свободу будет иметь твой дух Связать в себе нужно страсти, чтобы они не возобладали тобой Связать себя нужно, чтобы не делать ближнему вреда Люди обычно ищут свободы, чтобы делать, что хочешь Но это не есть свобода, а власть греха над тобой Свобода творить блуд, или невоздержанно есть и пьянствовать, или злопамятствовать, насиловать и убивать, или что другое в этом роде Совсем не есть свобода, а как Господь сказал Всяк творяй грех, раб есть греха Надо много молиться, чтобы избавиться от этого рабства Мы думаем, что истинная свобода в том, чтобы не грешить Чтобы всем сердцем и всей силой любить Бога и ближнего Истинная свобода – это постоянное пребывание в Боге Несмотря на то, что сказанное старцем по глубине своей превосходило меру понимания молодого студента Несмотря на то, что внешне слово старца было очень простым Собеседник его ушел под очень сильным впечатлением У нас сохранилась письменная заметка об одной беседе старца с посетившим его монахом Беседа эта происходила в нашем присутствии 31 марта 1932 года Старец говорил, что в опыте святых отцов Можно усмотреть несколько различных способов борьбы с помыслом Но лучшее из них – совершенно не вступать в беседу с ним помыслом Ум, вступивший в беседу с помыслом, встретится с его непрерывным развитием И, увлеченный этой беседой, отрывается от памяти Божьей Что и составляет цель демонов Которые, оторванные от Бога ум, так или иначе запутают И из беседы с помыслом ум не выйдет чистым Пустынник Стефан, кормивший из рук леопарда Перед кончиной, по привычке противоречить помыслам Вступил с ними в спор И потому находился в состоянии борьбы с бесами Преподобный Марк Фрачесский За то, что перед исходом утешал свою душу исчислением своих трудов Был задержан в воздухе на один час А это на один час означало, что существовала опасность так и прибыть Другие отцы были более умудренными в духовной брани Преподобный Макарий Великий, проходя воздушные пространства, не переставал смирять себя И когда уже издали кричали ему бесы, что он избежал их, ответил, что еще не избежал Так отвечал он, потому что привык держать ум свой в Ааде И тем самым действительно избежал бесов Преподобный Пимен Великий, наученный долгим опытом борьбы с бесами Зная, что наиопаснейший и сильнейший враг есть гордость Всю жизнь трудился, чтобы стяжать смирение И потому говорил своим ученикам Поверьте, чадо, где сатана, там и я буду Но в глубине души, зная, как благ и милости в Господь, крепко уповал, что он спасет его Так смирять себя, есть лучший способ хранить свой ум чистым от всякого страстного помысла Однако многие подвижники этого не разумеют и мыслить так не могут Но отчаиваются, не умея держать себя умом в Ааде и вместе уповать на милость Божию Не вступая вовсе в беседу с помыслом, всей мыслью и всей силой надо прилепиться к Богу и говорить Господи, я грешен и недостоин Твоей милости Но ты, по единому милосердию Твоему, спаси меня Душа часто за один помысл сомнения в милосердии Божием Оно, как Господь не простит, теряет много Отчаяние же хуже всего Это хула на Бога Будто бы он не в силах спасти Или мера грехов наших может превзойти меру милосердия Божия Он грехи всего мира полностью взял на себя Если мать все прощает своему дитяти, потому что оно неразумно То тем более Господь прощает, если мы смиряемся и каемся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok